Валентина Петренко. Организацию школьного питания нужно менять. Фото. Сергей Фадишев, ТАСС. Валентина Петренко. Общественный и политический деятель. Вопросы школьного питания очень важны и насущны. Если мы хотим, чтобы наши дети были здоровы, то должны думать о том, чем они питаются. Организацию школьного питания нужно менять. Причем кардинально. Сейчас она вызывает немало нареканий. Во-первых, необходимо ввести индивидуальный подход. Среди школьников есть дети, которые нуждаются в специальном лечебном питании. Есть аллергики, которым противопоказаны те или иные продукты. Это важно учитывать при составлении школьного меню. Во-вторых, питание должно быть одинаковым и для тех учащихся, кто получает его за счет средств бюджета, и для тех, за кого платят родители. В настоящее время, к сожалению, нередкие случаи, когда оно разница, бывает, что бюджетники получают только суп или только второе, а платники полноценный обед из трех блюд. Минус. В Госдуме предложили тщательнее отбирать поставщиков еды для школ. В-третьих, питание должно соответствовать возрастным нормам. По количеству калорий, белков, витаминов и т.д. Сегодня и первоклассников, и старшеклассников кормят практически одинаково. Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, что продается в школьных буфетах. Зачастую это далеко не самая полезная и нужная пища. Пакетированные соки, сухарики и чипсы всего этого, на мой взгляд, быть в школьных буфетах не должно. Также в обязательном порядке нужно прекратить проведение конкурсов на закупку школьного питания. Необходимо отбирать не тех поставщиков, которые устанавливают самую дешевую цену, а тех, что предлагают более качественную продукцию. Я вообще считаю, что те же овощи, фрукты, яйца, мясо, молоко лучше покупать напрямую у сельхозпроизводителей и фермеров, а не через посредников. Тогда и качество, и цена будут друг другу соответствовать. Помимо всего выше обозначенного необходимо обеспечить школы современным, высокотехнологичным оборудованием для приготовления пищи и хранения продуктов, а также задуматься о повышении квалификации поваров в школьных столовых и комбинатах питания. Зачастую дети не едят ничего в школе, поскольку пища там однообразная и невкусная. Я бы сама не стала есть пристывшую к тарелке манную кашу или слипшиеся макароны. Подытожив, хочу сказать, что нам нужно создать такую систему школьного питания, которая обеспечивала бы учащихся качественной, полноценной и разнообразной пищей, при этом учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. Да, это непростая работа, но ее необходимо проделать, если, еще раз повторю, мы хотим вырастить здоровое поколение. Общество образования стандарты для школы.